Продолжается рабочая поездка премьер-министра по регионам страны. Махаджан Сагентаев побывал в Актьюбинской области, где ознакомился с тем, как реализуют послание главы государства. Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность. Подробности у нашего СОПКОРа в регионе Елена Устимович. Актьюбинский регион вполне может стать примером новой модели экономического роста. Для этого здесь есть все условия. Однако, как ускорить эти процессы, рассказал премьер-министр во время встречи с общественностью. Чтобы послание президента страны реализовать в полной мере, необходима технологическая модернизация, что и начали на новом ферросплавном заводе. На 60% достигли проектной мощности и на Актьюбинском рельсобалочном заводе. В целом, в регионе планируется ввести не меньше 22 новых проектов. Будет инвестировано почти 400 миллиардов тенге, часть из которых направят на технологическую модернизацию. Глава правительства ознакомился с работой транспортно-логистического центра, который способен принимать и обрабатывать до 70 тысяч тонн грузов в год. Экономическая модернизация невозможна без модернизации социальной. Правительство уделяет повышенное внимание развитию человеческого капитала. Поэтому крайне важны такие проекты, как Нурлежер. Только в Актьюбе около 700 семей будут обеспечены жильем. Здесь построят таунхаусы – быстровозводимые дома по технологии домостроительного комбината. В рамках программы Нурлежер вкладчикам жилстро и Сбербанка будет доступно не только многоквартирное жилье, но и индивидуальные жилые дома на земле. Первый пилотный проект будет реализоваться в Актьюбе. Глава правительства проводит личные встречи с населением и представителями предпринимательства, чтобы не только ознакомиться с реальным состоянием дел в регионе, но и разъяснить, в чем суть модернизации 3.0. Министры социального и экономического блока рассказали, как решаются и будут решаться вопросы, которые прежде всего волнуют население. Ведь успех экономической модернизации будет замеряться уровнем жизни и благосостоянием каждой семьи.